В этом выпуске узнаем, какую помощь можно получить в рамках этой программы, а также подведем ее итоги, вместе с заместителем начальника управления ветеринарии Ставропольского края Андреем Цапко. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Радовать вас сегодня в студии. Давайте, наверное, сразу перейдем к самой программе. Расскажите о ней вкратце, что она из себя представляет, цели, задачи, инициатор и так далее. Ну, управлением ветеринарии Ставропольского края на территории края реализуется программа. Она называется «Профилактика лечения и предупреждения болезней животных». Эта программа реализуется уже с 2019 года. Она направлена на решение проблем, которые могут возникать в ветеринарии. В первую очередь, это болезни животных. И также направлена на защиту населения Ставропольского края от болезней общих для человека и животных. Эта программа создана Ставропольским краем. Финансируется она за счет бюджета Ставропольского края. И в нее входят основные мероприятия или приоритетные направления. Самое главное направление – это обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия. Эпизоотическое благополучие, чтобы было понятно, объясню. Это здоровье среди болезней животных. То есть, это защита животных от инфекционных и паразитарных болезней. И тем более, это защита от болезней животных, которые могут передаваться людям. Это такие особо опасные болезни животных, как сибирская язва или бешенство. Также передаются людям бруцеллез, лейкоз и туберкулез. Поэтому обеспечение эпизоотического благополучия в первую очередь начинается с проведения диагностики. Мы должны прекрасно понимать, болеют ли животные, которые производят продукцию животноводства. В основном это молоко и мясо. Мы должны диагностировать и понимать, опасно ли это молоко или продукты обоих этих животных для человека. То есть, мы проводим исследования. Также эта программа направлена на профилактику болезней животных. Потому что болезни животных легче профилактировать, чем их потом лечить. Профилактика в основном проводится вакцинациями. Это придание иммунитета животным, чтобы они имели защиту от болезней. Тем более, от болезней общих для человека и животных. И также идет один большой раздел. Это обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия. Речь идет о безопасности продукции животноводства. Она должна быть безопасна, соответствовать всем требованиям нормативных правых актов, которые на нее распространяются. В первую очередь, это технические регламенты Таможенного союза. Это безопасность в микробном, вирусном отношении этой продукции. И также безопасность этой продукции по тяжелым металлам и остальным химическим элементам, которые могут нанести вред человеку при употреблении этой продукции в пищу. Также программа направлена на улучшение качества ветеринарных услуг, которые оказываются государственной ветеринарной службой на территории Ставропольского края. Ну, качество этих услуг в первую очередь улучшается тем, что приобретается новейшее оборудование, например, для забора проб крови. Если еще в Советском Союзе старые ветеринарные врачи отбирали кровь у крупного мелковрогатого скота просто в пробирке одной иглой, то мы сейчас в рамках этой программы закупаем одноразовую систему отбора проб крови, которые, в принципе, в целом улучшают культуру проведения ветеринарных обработок. Во-первых, мы не перезаражаем животных одной иглой. Эти системы одноразовые. Мы также защищаем своих работников от получения такого опасного хронического заболевания от крупного и мелковрогатого скота, как бруцелез, потому что эта болезнь, она является нашим профессиональным заболеванием, но благодаря приобретению этих систем нам удается количество профессиональных случаев возникновения бруцелеза в крае понижать. Также в рамках этой работы «Улучшение услуг» мы закупаем специальную одежду, одеваем и обеспечиваем всех работников и приобретаем необходимый инструментарий, который им нужен для проведения ветеринарных профилактических мероприятий. Также эта программа направлена на поддержку производителей продукции животноводства в крае. Направлена она тем, что вся продукция, у нас очень много продукции идет на экспорт, в первую очередь это мясо птицы, у нас есть один крупнейший в России экспортер, его вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу и подвергается исследованиям. В рамках этой программы нам приходится постоянно улучшать свое лабораторное оборудование. У нас в крае 22 ветеринарные лаборатории, которые проводят исследования как продукции, так и животных. Но в связи с тем, что продукция на экспорт еще должна отвечать требованиям импортера этой продукции, то бишь страны, которая ее закупает, иногда это достаточно сложные показатели, для которых необходимо дорогостоящее оборудование, чтобы проводить исследования данной продукции на соответствие этим показателям. В рамках программы мы расширяем области аккредитации лабораторий, на это тоже выделяется финансовое средство, и закупаем новое оборудование, обучаем людей. То есть тем самым мы поддерживаем наших производителей животноводческой продукции Ставропольского края, которые ориентированы продавать свою продукцию за границу. Также программа направлена на исполнение основных функций государственной ветеринарной службы. В рамках этих функций мы закупаем дезинфицирующие средства. Это средства, которые мы используем в эпизодических очагах болезней животных, в случаях вспышки для того, чтобы убить патогенную микрофлору. Мы покупаем акарицидные препараты. Это препараты, которые нам помогают бороться с вредителями насекомыми, которые могут являться переносчиками болезней животных, от животных к животному, и даже от животных к человеку. Также, как я уже сказал, мы закупаем системы отбора проб крови. Благодаря реализации нашей программы с 2019 года удается значительно снизить количество неблагополучных пунктов или эпизодических очагов болезней животных, которые у нас ранее или сейчас являются на территории Ставропольского края. По итогам 2023 года у нас есть достижение. В этом году на территории Ставропольского края не возникло ни одной вспышки бешенства плотоядных животных. Резервуаром бешенства в основном являются дикие животные. В рамках этой программы мы совместно с Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды Ставропольского края ежегодно проводим вакцинацию против бешенства диких плотоядных животных. В этом году было разложено более 429 тысяч вакцин-приманок. Эта вакцина, она съедобная. Животные при поедании этой вакцины получают свою дозу и уровень иммунитета к этой болезни. Таким образом, нам удается снижать количество случаев болезни бешенством животных в дикой природе. Нам удается предотвратить передачу этой болезни, этого вируса от диких животных к домашним и, соответственно, от домашних животных к человеку. У нас в этом году вспышек бешенства не было. В прошлом году, в 22-м, на территории края была зарегистрирована одна вспышка бешенства на территории Кочубеевского района. До этого мы регистрировали по 7, 10 или 19 вспышек этого заболевания. Также нам удалось в этом году немного снизить количество очагов бруцелеза животных. В этом году их выявлено 17, в прошлом выявлялось 24, в позапрошлом тоже 24 очага бруцелеза на территории Ставропольского края. То есть, можно сказать, что уже наблюдаются результаты реализации программы? Программа в основном состоит из проведения процессных мероприятий. Процессные мероприятия – это мероприятия, которые направлены на какую-то постоянную работу. Скажем таким образом, то, что люди постоянно, в принципе, с покон веков занимаются животноводством. Пока будут животные сельскохозяйственные, да и домашние животные, будут нужны услуги ветеринарной службы. Люди постоянно потребляют продукцию животного происхождения. Если мы не будем проводить профилактику среди домашних животных, это исследование вакцинации, то мы будем передавать эти болезни от животных, которые в любом случае возникают, и от них мы никуда не денемся. Мы будем передавать их людям. Если мы будем передавать их людям, то тогда будут начинаться уже не эпизоотии, а эпидемии. Поэтому, еще раз повторюсь, основная задача государственной ветеринарной службы – защитить человека от болезней, общих для человека и животных, которые могут передаваться от животных людям. И даже есть такая пословица, то, что человеческая медицина лечит человека, а ветеринарная медицина оберегает человечество. Если прозевают ветеринары, то обычным медицинским врачам будет не по добру, потому что сразу же возникнет количество учащенных заболеваний среди людей. Даже не задумываешься, что это целая система вырисовывается на самом деле, да, а не отдельные направления? Да. Ну, в вентеринарной медицине основные направления – это профилактика болезней животных, это, как я уже и говорил, это вакцинации и диагностические исследования, это непосредственно лечение животных, это когда мы обращаемся за услугами к ветеринарному врачу, даже с нашей кошкой или собакой. Наши питомцы постоянно болеют, постоянно травмируются, да, это тоже один из подразделов вентеринарной медицины. И есть также большой раздел – это проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. Вся продукция, которая получается от животных, это мясо, молоко, из этой продукции потом мы получаем молочные продукты, получаем различные полуфабрикаты, колбасы, всё это должно пройти через руки ветеринарных специалистов, чтобы они могли определить и сказать, опасна ли эта продукция для употребления в пищу человеку или нет. Речь также идёт и о растительной продукции, которую мы покупаем на рынках. Для этого в Государственной ветеринарной службе Ставропольского края есть 59 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, которые расположены на всех сельскохозяйственных и розничных рынках Ставропольского края, где реализуется продукция животноводства и продукция растеневодства. Благодаря людям, которые работают в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, наше население и гости нашего края могут спокойно посещать рынки, требовать у продавцов продукции ветеринарное заключение соответствия этой продукции ветеринарным правилам и нормам, и не переживать за своё здоровье при её употреблении. В отличие от того, ну, пользуясь случаем, скажу, что у нас в последнее время участились случаи продажи животноводческой продукции и продукции растеневодства где-то на улицах, вне территорий рынков, за этими рынками. И хотелось бы, ну, мы всё время об этом говорим, ещё раз донести до населения, то, что приобретая продукции животноводства с рук, вы в первую очередь должны задать себе вопрос, а почему этот человек не пошёл на рынок? А может быть, у него что-то не так с животными? А может быть, эти животные не стоят на учёте? Может быть, они не были исследованы? А его продукция, почему он не отдал её в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы? Может быть, с ней что-то не так? И каждый для себя, в принципе, должен сделать выбор, потому что каждый хозяин своему здоровью, что он хочет получить на выходе. Купить то же самое молоко или мясо немножко дешевле, где-то, скажем, в подворотне, или всё-таки пойти на рынок, купить проверенную продукцию и не переживать за своё здоровье и здоровье своих близких. И также ещё одна достаточно большая отрасль нашей службы – это обеспечение безопасности продукции на мясоперерабатывающих предприятиях. Эта безопасность обеспечивается в рамках программы оформлением и выдачей ветеринарных сопроводительных документов. Что такое ветеринарный сопроводительный документ? Если проще сказать, это документ, который подтверждает эпизоотическое благополучие места выхода продукции. То есть, если выдан документ, он гарантирован, что он выходит с предприятия, на котором не зарегистрированы очаги каких-либо болезней, которые опасны как для человека, так и для животных. Также этот документ подтверждает то, что продукция, на которую он выдан, она соответствует всем требованиям технических регламентов и других ветеринарных правил, которые распространяются на эту продукцию. Ну, скажем так, что всё, что связано с животноводством, начиная от колбасных изделий и заканчивая даже мороженым, в нашей стране сопровождается ветеринарными сопроводительными документами. Эти документы выдаются в электронном виде посредством Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Есть компонент Меркурий. И, может быть, кто-то когда-то при покупке товаров замечал, что может быть предоставлен документ, на котором изображён QR-код. Этот QR-код можно считать любым считывающим устройством, будь то смартфон или планшет, и получить ссылку на эту систему, убедившись в том, что эта продукция качественная и безопасная, и то, что на неё выдан ветеринарный сопроводительный документ. За 2023 год Государственной ветеринарной службой Края было выдано более 4 миллионов ветеринарных сопроводительных документов на различную продукцию животноводства. Вот у меня как раз такой вытекающий вопрос сейчас возник. Вы очень доступно объяснили, насколько важно проверять всю продукцию в плане именно животных. Как же проводится контроль именно частных домовладений, частных хозяйств? Какая-то перепись может проводиться, то есть как раз-таки вот эта нелегальная продажа, быть, Края граждан, как я уже сказала, много кто держит этих животных, и затем превращает это в личный бизнес, скажем так. Как провести контроль каждого домовладения? В рамках исполнения государственной программы проводятся противоэпизодические мероприятия. Это мероприятия, которые направлены на предупреждение возникновения болезней животных. В Ставропольском крае управлением ветеринарии ежегодно утверждается план проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизодических мероприятий. Этот документ затрагивает в себе проведение всех исследований, всех вакцинаций, также противопаразитарных обработок, которые проводятся в государственной ветеринарной службе на территории Ставропольского края. Чтобы было понятно, объясню. Возьмем, к примеру, населенный пункт, в котором граждане содержат животных. Будь то коровы, лошади, свиньи, птица или домашние животные, собаки и кошки. Если владельцы относятся к состоянию здоровья своих животных серьезно, они поставили своих животных давным-давно на учет в государственной ветеринарной службе. Если это сельскохозяйственные животные, коровы, овцы, может быть, обращали внимание, когда они пасутся, в ухе у каждого животного есть пластиковая бирка. Что означает эта бирка? Бирка означает то, что человек обращался в государственную ветеринарную службу за постановкой животного на учет. У нас сейчас, с 2024 года, в Российской Федерации, с марта месяца, постановка животных на учет будет обязательным мероприятием, потому что вступает в силу соответствующее федеральное звонконодательство, которое обяжет владельцев домашних животных ставить животных на учет. И когда планируются эти мероприятия, все животные, которые стоят на учете, о них знают непосредственно на ветеринарном участке, который обслуживает данный населенный полк. Ветеринарный участок сведения о животных подает на станцию по борьбе с болезнями животных, которые находятся на территории района или города. Со станции по борьбе с болезнями животных сведения, вся информация, то бишь получается по всему краю, стекается на краевую ветеринарную станцию и в управление ветеринарией края. То есть мы четко понимаем, что на сегодняшний момент у нас в крае около 250 тысяч голов крупного рогатого скота, около 1 миллиона овец, 326 тысяч свиней, 6 тысяч лошадей, 24 миллиона птицы. Ну такое количество, потому что остальные птицоводческие предприятия края, мы тоже учитываем их в плане проведения противоэпизотических мероприятий. И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент на учете у нас стоит 115 тысяч собак и 41 тысяча кошек. Анализируя ситуацию, специалисты управления ветеринарией и краевой ветеринарной станции прекрасно понимают, какая угроза эпизотической ситуации может грозить этим животным. И начинается планирование, что мы в Ставропольском крае крупный рогатый скот в обязательном порядке прививаем против сибирской язвы, против заразного зелкового дерматита, в обязательном порядке исследуем на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, кстати, болезни общие для человека и животных. Что касается домашних животных, в обязательном порядке все плотоядные животные должны один раз в год вакцинироваться против бешенства. То есть, собирая и анализируя информацию, мы готовим план противоэпизотических мероприятий, согласовываем его в обязательном порядке с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, в свою очередь, определяет эпизотическую ситуацию по болезням животных в мире и угрозу заноса каких-либо болезней животных. Допустим, в этом году мы имели вспышки ящура. Это заболевание наносит большой экономический ущерб животноводству, будь то крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Мы имели, по информации Росельхознадзора, вспышки ящура в арабских странах. И проходила информация, что этот опасный вирус может попасть к нашим границам. Поэтому в 2023 году мы уделяли особое внимание на территории Ставропольского края к качеству проведения вакцинации против данного заболевания. А мы обязаны, привив, допустим, 250 тысяч голов крупного рогатого скота, иметь уровень иммунитета более 85%. Поэтому мы, помимо того, что вакцинировали животных против ящера, мы еще и проводили исследования на напряженность их иммунитета. Также существовала угроза заноса оспы овец и коз. Это тоже вирусное заболевание. И нам пришлось немножко раньше планового значения привить все поголовье Ставропольского края против оспы овец и коз. Занимались мы этим в летнее время. Хотя должны были приступать к этой вакцинации только осенью. Но у нас, как говорится, нужно всегда держать руку на пульсе. Если существует какая-то угроза, лучше всего сразу придать животным иммунитет. Чтобы животные не заболели, чтобы у нас была продукция животноводства, чтобы наша продукция животноводства шла на экспорт. И как начинаются ветеринарные профилактические мероприятия? Они у нас проводятся преимущественно весной и осенью. Пришла весна, ушла зима. Ветеринарные врачи выезжают непосредственно на подворье, где содержатся сельскохозяйственные животные. Сначала отбирается кровь для исследования на бруцеллез, лейкоз. Лейкоз кровь отбирается только у крупного рогатого скота, на бруцеллез в обязательном порядке у крупного и мелкого рогатого скота. После отбора пробы крови ставится реакция на туберкулин. Это такая же реакция, как мы делаем в поликлиниках реакция МАНТУ. После истечения 72 часов специалисты выезжают еще раз на читку реакции МАНТУ и подвергают животное какой-нибудь профилактической вакцинации. Например, вакцинации против сибирской язвы. И таким образом в течение года мы мало того, что исследуем животных, если есть случаи инфекционных болезней, мы выявляем больных животных. И также мы проводим вакцинопрофилактику, чтобы животные не болели. То бишь, это плановые процессы, которые осуществляются в рамках проведения мероприятий по государственной программе за счет бюджета средств Ауропольского края. В двух словах, каким мы можем подвести итоги 2023 года? Потому что, как мне показалось, у нас все стабильно и все хорошо, никаких угроз нет. Так ли это? Ну, если подводить итог, то это был достаточно сложный год. Потому что начался он на территории Ставропольского края, да как и на территории всей страны, с повсеместных вспышек гриппа птиц, которые переносятся перелетными птицами. В начале года мы имели вспышку гриппа на территории города Ставрополья в личном подсобном хозяйстве, которая возникла на декоративной птице. Эту вспышку удалось быстро локализовать и не допустить распространения данного заболевания на территории Ставропольского края. Также в 2023 году мы имели проблемы с африканской чумой свиней. Туркменский район, село Овощи. Мы выявили, благодаря проведенным исследованиям, которые проводятся в рамках государственной программы, мы выявили два очага африканской чумы свиней. Нам пришлось проводить отчуждение свиней в этом населенном пункте, но благодаря всем своевременно проведенным мероприятиям нам удалось не допустить распространения данного заболевания в крае. На сегодняшний день Ставропольский край благополучен по бешенству африканской чуме свиней, гриппу птиц, сибирской язве, оспеевец и коз и другим особо опасным и иным заразным болезням животных. Ну что ж, Андрей Петрович, Вы действительно вселяете уверенность в том, что у нас в Ставропольском крае все хорошо с эпизодической ситуацией. Я благодарю Вы за то, что Вы нашли время и пришли к нам так подробно рассказать о реализации программы, то, что все показатели достигаются. Это отличный результат. Спасибо Вам. И Вам спасибо за то, что интересуетесь нашими проблемами в области ветеринарии и здоровья животных. Друзья, в эфире была программа «Актуальное интервью». И, как всегда, оставайтесь на своем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!